В Армении Новый год попадает на Великий пост, поэтому в древности блюда на нем были постные. Сейчас столы все больше мясные, но сохранились еще дома, в которых придерживаются традиции. Лилит Мадунс подробнее. Традиционный армянский новогодний стол испокон веков был постным. На нем не было случайных блюд. Каждый из них что-то символизировало. Обязательное блюдо новогоднего праздника по-древнеармянски – постная толма – пасуц. Вместо виноградных листьев – соленая капуста, а мясо заменяют бобовые и злаки. Люди считали, если они принесут в жертву богам зерна пшеницы, то год будет урожайным. В ней должно быть от трех до семи видов семян. Основной ингредиент – фасоль. Также мы туда добавили горох, нут, чечевицу и пшеничную крупу. Все эти ингредиенты мы отвариваем, затем смешиваем и заворачиваем в листья. Начинка рассыпается, поэтому нужно очень аккуратно это делать. Готовят на Новый год и супы. Этот, например, кончол – из яиц, лука и зелени. Горячее, сытное блюдо особенно популярно у жителей Северной Республики – Рийской области. Кончол – значит черствый хлеб. И перед тем, как разлить суп по тарелкам, на дно мы кладем хлеб. Это достаточно жирный суп, а с хлебом блюдо становится вкуснее. Главным украшением стола в древности считался то нацар – так называемое армянское новогоднее дерево. Ветки брали любые и украшали их сладостями, сухофруктами, орехами – символами достатка и благополучия. Очень часто дети приходили в новогоднюю ночь домой и съедали все, что на дереве. К утру на нем уже ничего не было. Либо дерево стояло, говорили пожелания и тосты, и они передавались дереву. И только потом съедали угощения. В 25 веке до нашей эры праздник начала Нового года называли Новосард. Его отмечали в конце лета. Позже стали праздновать в марте, в день весеннего равноденствия. Прославляли природу и просили у богов плодородного года. К слову, Новый год и сегодня в стране называют Аманур – в честь древнего божества и владыки урожая. Лилит Мадун, Арман Симонян, МИР24.